Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. План по вакцинации от COVID-19 перерос отметку в 50%. И это один из самых высоких показателей в стране. Свежие факты заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. 15 муралов и 3 скульптуры известные стрит-арт-художники украсят Самару своими работами. 16. Органические продукты в России покупают чаще обычных. Продажи растут. Как найти на прилавках экологически чистые товары, расскажем в новостях экономики. 16. Отомстил за дочку новые подробности о фигурантах скандального дела об убийстве в Прибрежном. Кто теперь ответит за домогательство в отношении несовершеннолетней? 17. Вновь почувствовали себя детьми. В оздоровительном лагере «Волжский Артек» завершилась летняя смена для пожилых жителей региона. За сутки в Самарской области зарегистрировали 460 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 93 367. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 167 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписались 79 552 пациента. План по вакцинации в регионе выполнен почти на 52%. Тем не менее, ситуация с коронавирусом в Самарской области продолжает оставаться напряженной. Об этом говорили на областном оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19. Его провел первый вице-губернатор, председатель регионального правительства Виктор Кудряшов. Какие решения были приняты, расскажем в сюжете. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом составляет 0,5%. Об этом и рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Наибольшее количество заболевших отмечается в Самаре, Тольятти и Сызрани. Рост заболеваемости фиксируют почти во всех возрастных группах. Чаще всего болеют работники сферы услуг, а также сотрудники офисов. План по вакцинации выполнен почти на 52%. В Самарской области этот показатель выше, чем по стране. Но по-прежнему много непривитых остается в тех отраслях, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Виктор Кудряшов дал поручение проанализировать динамику вакцинации среди сотрудников промышленных предприятий, педагогических, медицинских работников и выяснить причины отказов от прививок в отдельных случаях. Давайте посмотрим такую же ситуацию по Министерству образования и науки. Пожалуйста, соберите данные о привитых сотрудников сферы образования по Министерству социально-демографической политики. Коллеги, давайте обновим, но обновим именно с точки зрения динамики. И давайте понимать все-таки причины, почему люди не идут прививаться. В чем причина? Сам человек боится, либо там кто-то ему не советует. По словам заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяны Сочинской, и сейчас все силы направлены прежде всего на то, чтобы сделать прививки людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Мы провели совещание с ФОМСом, и всех страховых представителей лечебных учреждений в прежде всего точно так же подключили к обзору 60+, плюс еще больных с хроническими заболеваниями. То есть мы сейчас предметно их вызываем, указывая время и день, когда им удобно прийти. То есть именно на эту категорию граждан мы направим все свои усилия. На сегодняшний день первый компонент вакцины сделали 1 миллион 53 тысячи 605 человек. Завершили вакцинацию 958 тысяч 70 человек. Вакцины есть во всех больницах и прививочных кабинетах в необходимом количестве. Виктория Шарая, События. Тем временем заболеваемость коронавирусной инфекцией растет не только среди взрослых. Все чаще случаи заражения COVID-19 регистрируются среди самых маленьких жителей региона. Такую статистику опубликовали Министерство здравоохранения Самарской области в социальных сетях. Что на этот счет говорят медики и какие прогнозы ожидают регион, узнала Гульфия Сафина. Первая полноценная учебная неделя. Пока позволяет погода, можно поиграть с одноклассниками на детской площадке. Саша Олейников никогда и не учился без ковидных ограничений. В 2020 году, в год пандемии, он пошел в первый класс. Разделение потоков, отсутствие общешкольных торжеств, учителя в масках и наличие санитайзеров – для него привычное дело. Так же, как и само слово – пандемия. Да, все болеют и могут умереть, конечно, от пандемии. Мне вообще не страшно. Я не думаю, что я могу заболеть, потому что... Ну, не знаю, почему я не думаю, что я могу заболеть. А ты думаешь, что болеют только взрослые? Пусть это, пусть это. Дети ковидом не болеют. Вакцинироваться им не нужно, так же, как и носить маски в общественных местах. Подобные убеждения, сформированные в пандемию, довольно-таки нередки. А вот у медицинского экспертного сообщества мнение отличается. Статистика говорит. Дети в два раза чаще стали болеть симптомно. На днях в своем фейсбук-аккаунте об этом написал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. В регионе фиксируют штамм «Дельта». Его особенности – короткий инкубационный период, обширное поражение легких и острая дыхательная недостаточность, а также более тяжелое течение заболевания у детей. Болеет тоже, к сожалению, на сегодняшний день. Инфекция для детей переносится намного тяжелее. По сравнению даже с прошлым годом. Реанимация есть у подростков, есть совсем маленькие до года. Дети как можно меньше должны посещать магазины, кинотеатры и так далее. На мой взгляд, должно быть меньше различных массовых мероприятий, где должны присутствовать дети. Но если такие мероприятия будут, если им необходимо куда-то и так далее, то это должен быть масочный режим. Двухэтажный стационар «Нашверника». Здесь развернут областной детский ковидный госпиталь. В настоящее время в красной зоне проходит лечение более 80 детей. Отделение всегда под завязку. Трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Причем заболеть могут и малыши, отмечают врачи. Самому маленькому пациенту всего было 13 дней с момента рождения. Вы знаете, мы будем, наверное, смотреть за развитием ситуации через где-то в среднем 10 дней 2 недели. Мы, наверное, будем в очередной раз анализировать ситуацию с подъемом заболеваемости. Она у нас считается ежедневной. И в зависимости от того, будут ли чаще болеть дети по сравнению с предыдущим годом, с предыдущей неделей. И чаще ли будет тут средне-тяжелая-тяжелая форма, будет уже мера реагирования соответствующей введены. Это и дистанционное обучение, и запрет работы детских, спортивных и досуговых центров. И даже масочный режим для детей. Пока вводить его необходимости нет, подчеркивают медики. Но дополняют, если родители сами позаботятся о безопасности своих чад и обеспечат их масками, будет не лишним. Есть страны, в которых масочный режим обязаны соблюдать дети, начиная с двух лет. У самарских родителей на этот счет самые разные мнения. Сейчас все можно заказать в интернете, и мы этим пользуемся успешно. И продукты, одежду, и все. А так, чтобы туда прийти, очень-очень редко. Но в целом, да, когда приходим в торговый центр, мы, взрослые, надеваем маски. А ребенок нет. Я думаю, что все болеют, и дети, и взрослые. А насчет, нужны ли маски и вакцины, я до сих пор для себя не определилась. Но я думаю, что если взрослым нужны маски, наверное, они и детям нужны. Чтобы ребенок не оказался в красной зоне, врачи рекомендуют самим родителям наперво пройти вакцинацию от ковида и гриппа. И если от коронавирусной инфекции детской вакцины пока не существует, то от сезонного гриппа прививать малышей можно. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События. 15 муралов и 3 скульптуры украсят города Самарской области. Их создадут российские и зарубежные стрит-арт-художники с мировым именем. Все они станут участниками фестиваля уличного искусства «Самара Граунд-арт-фестиваль-2021». На встрече с журналистами художники рассказали о своих творческих планах, о небольших секретах и лайфхаках, чтобы муралы получились настоящими шедеврами. Андрей Горгуленко продолжит. Стена на набережной с текстом стихотворения Владимира Маяковского – одно из самых известных стрит-арт-произведений Самары. Автор «Покрас Лампас» работал над ним в прошлом году на фестивале «Самара Граунд-арт-фестивал». В этом году он снова среди участников. Для одной из новых работ планируют использовать уникальный цвет – королевский синий. Специально для фестиваля заказал 15 килограммов пигмента. Еще один объект будет серебряной каллиграфией. Он опишет цитату Юрия Гагарина, подчеркивая космические достижения города. Когда я работаю с каллиграфией, мне важно добиться максимально плотной краски, которая не будет терять свою интенсивность цвета со временем. При том, что, например, когда краска наносится очень тонкой кистью, так каллиграфия – это очень такой нежный тип взаимодействия с вообще краской, с письмом. О секретах, лайфхаках и творческих планах Покрас Лампас и другие художники говорили на пресс-конференции, посвященной фестивалью уличного искусства «Самара Граунд-арт-фестивал-2021». Он проходит с 1 по 13 сентября. Некоторые авторы уже начали рисовать свои произведения. Глава Самары Елена Лапушкина уверена, что фестиваль будет иметь долгую жизнь, а арт-объекты появятся во всех районах города. То, что у нас молодые люди принимают участие в украшении города, для меня это очень и очень важно. Мне очень приятно видеть, что на фоне тех муралов, которые в том году нарисовали, люди фотографируются, до сих пор мимо набережной, где у нас работал Покрас Лампас, люди не проходят, в обязательном порядке делают селфи. Конечно, это отрадно. Убеждена, что и в этом году получатся яркие муралы, город получит новые картины, новые точки притяжения, и этот фестиваль получит дальнейшее развитие. В этом году фестиваль уличного искусства пройдет в Самарской области во второй раз. Работы художников украсят не только Самару, но и Тольятти. Всего в регионе появится 15 новых муралов, а также три скульптуры. Над шедеврами стрит-арта будут работать известные российские и мировые художники. Павел Орос из Благовещенска, Алексей Кислов из Крыма, бразилец Луис Густаво Мартинс. Один из хэтлайнеров фестиваля – аргентинец Кобре, работающий в технике гиперреализма. Муралы художника можно увидеть в Испании, США, Аргентине, а теперь и в Самаре. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Актуальные сезонные работы обсудили сегодня на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. В частности, речь шла об обновлении теплосетей. В прошлом году Самара вошла в ценовую зону теплоснабжения и первое завершило мероприятие в рамках переходного периода для работы по новому методу альткотельной. В текущем году на реализацию дополнительных планов предусмотрено порядка 3 миллиардов рублей. Ремонт и техническое перевооружение теплотрасс выполнят в Самаре на 58 объектах. В данный момент полностью готовы 25 участков. По поручению первого вице мэра Владимира Василенко, все монтажные схемы на оставшихся объектах должны быть собраны к середине сентября. После чего продолжится восстановление благоустройства. Повышенное внимание на освещание уделили и благоустройству дворов. На сегодняшний день их 142. В этом году придомовые территории в Самаре облагораживают при участии регионального Минтранса, а также по нескольким программам федеральной формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Жителям интересно, что когда эти дворы будут сделаны. Срок все фактическое исполнение дворов 1 октября. У нас 27 дворов, которые пересекаются с Минтрансом. В данной конкретной ситуации идут по форме КГС. Естественно, все вот эти 27 на сегодняшний день отремонтированы. Из этих отремонтированных, которые пересекаются дворы, они отправлены 5 дворов на оплату в Минтранс. Также занимаются обновлением дворов, ставших победителями конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора». Работы ведутся и по региональной программе содействия. С учетом пожеланий местных жителей устанавливаются новые детские и спортивные площадки, увеличивается количество парковочных мест, укладывается новый асфальт. Эфир продолжит. Новости экономики расскажет о них Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Россияне стали больше покупать органических продуктов. Какие именно товары пользуются у наших соотечественников – спросом. С пометкой «Органик» на прилавках можно встретить и детское питание, и сыра, и мясо. Но, как ни странно, наибольшим спросом у россиян пользуется органическая водка. Остановлюсь на этой теме подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 8 сентября – 73,19 рубля. Евро – 86,89 рубля. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 72,41 доллара за баррель. В России продажи органических продуктов питания растут вдвое быстрее продажи обычных – 13% против 6%. После вступления в силу в январе 2020 года федерального закона об органической продукции, ряд компаний уже получили сертификат, который позволяет наносить на товары с улучшенными свойствами маркировку «Органик». Аналитики выяснили, что продажи органической продукции в семи категориях – детское питание, кофе, чай, водка, молочная продукция, сыры и мясо – растут неравномерно. Больше всего выросли продажи органической водки на 36%. При этом продажи обычной водки прибавили всего 6%. В то же время продажи мяса «Органик» выросли на 3% против 9% обычного. Сыров на 1% против 10%. В этом случае низкие темпы роста продаж зеленой продукции обусловлены тем, что она недостаточно представлена на полках, считают экономисты. Средние цены загородных домов выросли до 7 миллионов рублей по стране, сообщают агентства недвижимости. Для сравнения, в прошлом году в среднем цены на загородные коттеджи в августе составляли чуть менее 6 миллионов рублей. Таким образом, можно говорить, что стоимость частных домовладений за городом повысилась на 18%. Эксперты подчеркивают, что больше всего подорожали загородные дома в Краснодарском крае и достигли 20,5 миллионов рублей. А также в Москве, где загородный дом стоит в среднем 37,5 миллионов рублей. Ожидания по сбору пшеницы в России были сокращены с 82-83 миллионов тонн до 75 миллионов, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он уточнил, что это связано с погодными условиями в ряде регионов страны. Общий прогноз по зерну снижен до 118 миллионов тонн, а экспорт зерна составит 45 миллионов тонн, включая 35 миллионов тонн пшеницы, что ниже показателей прошлого года. Президент Российского зернового союза заверил, что даже с текущими показателями Россия сохранит мировое лидерство в поставках пшеницы. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Отомстил за дочку в поселке Прибрежный. Продолжается разбирательство по делу об убийстве одного из местных жителей. Напомню, несколько дней назад тело мужчины обнаружили в лесополосе недалеко от населенного пункта. В совершении преступления подозревают лучшего друга убитого. По некоторым версиям, обвиняемый пошел на столь циничный и отчаянный шаг из-за того, что друг обидел его дочь. Никита Куласов попывал в поселке Прибрежный и попытался разобраться в обстоятельствах трагедии. Казалось бы, типичная пятиэтажка в поселке городского типа Прибрежный. Еще совсем недавно жители этой квартиры Вячеслав часто приглашал друга Олега в гости. Между ними всегда были теплые приятельские отношения. Часто выручали друг друга по хозяйству. И даже на просьбу Вячеслава присмотреть за девятилетней дочерью, Олег реагировал с пониманием. На предпоследней неделе августа Олег помог другу занести новый шкаф в квартиру. После чего приятели решили как следует отдохнуть. Немного выпили, расслабились. А когда друг уснул, то хозяин квартиры обнаружил у его телефона запрещенное видео, главной героиней которого стала девятилетняя дочь Вячеслава. 25 августа именно в этом доме Вячеслав узнал о том, что его друг Олег совершал насистные действия сексуального характера в отношении его дочери. В результате чего между друзьями произошел конфликт. Соседи Вячеслава по этажу – люди пожилого возраста. Многие из них инвалиды. В тот день никто из них ничего не видел и не слышал. Не знаю, может дома не было, может заснул. Мне что-то моя говорил, что-то ругает, а что-то не знает. Я вот с правнуком вожусь, я вот у Юры с Калининграда мне с Наха позвонил, я и не знал даже. Я хочу сказать, правильно он сделал, раз он вступил так с дочерью с ее. Местные жители знали Вячеслава как человека веселого, любящего выпить. Появлялся на улице нечасто. Его жена Наталья, еще до замужества, работала продавцом в магазине, который расположился в соседнем доме. Она спокойная, обычная девчонка, хорошая девчонка. Поэтому мне ее жалко. Вот если честно, очень жалко. Потому что, ну, в любом случае, наверное, какой-то срок дадут. И ей с этим жить, и воспитывать детей, конечно, тяжело. Олег проживал всего в 7 минутах ходьбы от дома Вячеслава в двухкомнатной квартире вместе с родителями. Соседи дают ему вполне нейтральную характеристику. Вроде пьяным замечен не был, да и к детям на детской площадке не приставал. Обычный человек без особых амбиций. В школе ничем себя не проявлял, особенно так вот, чтобы его что-то о нем говорить. Не могу ничего сказать. А так общаться после школы не общался. Пройдет, поздоровается, здрасте, скажет. Всегда не так, что вот прошел и мимо не сказал здрасте. Здрасте говорил всегда. В ходе конфликта, который разгорелся между приятелями 25 августа, Вячеслав сильно избил друга. Когда дело дошло до ножа, ребят вовремя успел растащить знакомый. Олег скрылся. А вот телефон в суматохе обстоятельств оставил на столе в чужой квартире. Чуть позже в нем обнаружили еще одно видео, на котором мужчина совершает действия сексуального характера с дочерью своей бывшей сожительницы. Родители пострадавших детей подали заявление в полицию. Олега объявили в розыск. Но Вячеслав нашел его первым. Именно в этом лесу между поселком Прибрежный и Вентай нашли тело Олега. 2 сентября сам Вячеслав пришел к сотрудникам полиции и указал им место, где находится его друг. Тело погибшего было обнаружено в лесополосе, что указывает на возможную попытку его сокрытия. Поскольку при осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти, в соответствии с действующим законодательством возбуждено уголовное дело, которое квалифицировано по части 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. История, которая произошла в маленьком поселке городского типа, уже прогремела на всю Россию. После произошедшего многие жители Прибрежного встали на сторону подозреваемого в убийстве и собирают пожертвования для того, чтобы нанять Вячеслава адвоката. В данный момент отец 9-летней девочки находится под домашним арестом. Никита Колосов, Николай Сидоров. События. Порча муниципального имущества. Эта тема волнует не только жителей города, но и работников служб, которые отвечают за благоустройство столицы региона. На сегодняшний день специалисты фиксируют всплеск незаконной расклейки объявлений на остановочных павильонах и столбах Самары. Методы и средства для обклеивания города листовками становятся все изощреннее. В теме разбирался Михаил Ермоленко. Зеленые, белые, красные. Объявления всех цветов радуги облепили остановочные павильоны. Борьба с такими признаками вандализма на улицах Самары идет ежедневно. Но незаконно расклеенные разноцветные листовки продолжают появляться повсюду. По словам специалистов, самое обидное в этом самовольном расклеивании объявлений агиток то, что остановки и другие объекты дорожной сети теряют свой вид раньше положенного срока. Особенно огорчает, когда подобное происходит на объектах, которые буквально недавно были обновлены и благоустроены. Иногда расклещиками объявлений используется такой клей, который не представляется возможным отмыть. И тогда требуется замена стекла остановочного павильона. И все это приводит к необходимости выделения дополнительного бюджетного финансирования на содержание остановок. И, конечно, сама расклейка объявлений, она ужасно портит облик нашего с вами города. Эстетическая сторона вопроса волнует и жителей города. Валентина, наравне с другими самарцами, не понимает, почему остановки бесцеремонно использует в качестве досок для объявлений. Это какое-то кощунство, неуважение к своему городу, к своей культуре и всего. Зачем это все вот делать? Это вообще наше поколение против расклеения вот этих объявлений. Я уже объясняла людям, что существует доска объявлений. Пожалуйста, клейте. Во многих даже те, которые расклеили, они же расклеивают от этих организаций. За деньги им деньги, а им все равно. В том случае, если охота расклеить листовку в неположенном месте, пущей неволе, не стоит забывать об административной ответственности. Административная ответственность зависит от того, кто является рекламораспространительным. То есть, если это физическое лицо, штраф относительно небольшой, там, по-моему, от одной до трех тысяч рублей, да. Если мы говорим, например, о юридическом лице, то это может быть штраф, там, по-моему, до 500 тысяч рублей, если не сменить память. Да, то есть, ну, поэтому у нас несанкционированная реклама, я надеюсь, явление, которое ушло в прошлом. Практически во всех городах России, по словам юристов, запрещена несанкционированная реклама на столбах, фасадах домов и других конструкций, в том числе и на остановках общественного транспорта. Правда, как показывает практика, следовать букве закона стремятся далеко не все. В любом случае, стоит помнить, что за такую вольность заплатить придется не только рублем, но и в некоторых случаях безупречной репутацией. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать лишь одно нехитрое правило – поддерживать город в чистоте и порядке. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Самара может оказаться на 219 лет старше, чем принято считать. 12 сентября столица региона отметит очередной день рождения. По официальной версии, городу на Волге исполнится 435 лет. Однако недавно ученые-краеведы всерьез изучали версию, согласно которой Самара на порядок старше. Ей как минимум 654 года. Поводом стала обнаруженная карта, на которую нанесены порты и пристани. Ее в 1367 году составили венецианские купцы – братья Франческо и Доминика Пицегани. На этой карте отчетливо видно, что в это время в среднем течении Волги существовала пристань под названием Самар. Однако, что это была за пристань и где именно она располагалась, пока неизвестно. Почувствовали себя как дети. В детском оздоровительном лагере «Волжский Артек» прошла однодневная смена для пожилых жителей Самары. Путевку в детство организаторы оформили в виде мастер-классов, на которых участники обучались новому. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. На однодневной смене для людей пожилого возраста Наталья Тренина уже второй раз. Начать свой маршрут по мастер-классам она решила с танцевальной станции. Мастер-класс отличный. Получил бодрость, даже жарко стало. Это единение раз, забота два, хорошее настроение. А хорошее настроение что дает? Да, руби. Путевку в детство людям пожилого возраста подарил департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. В этом году мастер-классы для людей старшего поколения приурочили ко дню пожилого человека. Такие мероприятия для людей старшего поколения очень важны. Во-первых, они должны чувствовать, что о них помнят, что их любят, что о них заботятся. На территории лагеря разместили шесть станций. Участникам показывали, как правильно пользоваться камерой смартфона, обучали народным танцам, учили украшать и расписывать пряники. На некоторых станциях мастера давали каждому участнику оценку за проделанную работу, чтобы потом наградить дипломами самых лучших. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok